Викиум – тренажеры для мозга. Твой мозг отвечает за множество функций, например, за логику, эмоцию, внимательность и реакцию, и еще очень много сложных и очень важных функций, необходимых человеку. С Викиум ты сможешь прокачать свой мозг с помощью специальных игровых тренажеров и значительно улучшить свои когнитивные навыки. Все тренажеры созданы по научным методикам. С Викиум ты будешь добиваться больших результатов, чем остальные. Викиум поможет тебе в различных сферах жизни. Учеба, работа, коммуникация с людьми и саморазвитие. Заходи на Викиум и приступай к тренировкам прямо сейчас. Ребята, всем привет! Привет! А мы сегодня поехали на экскурсию, за нами уже приехал гид, по-русски говорит «Анди», правильно? Да. И вот это наша будет машина на сегодняшний день. Анди нас будет возить кентамани-тур, правильно? Да. И будет рассказывать все про Бали, про остров Бали. Погнали! Это называется пенджор. Пенджор? Да. Пенджор – это символ драгона для Босхива. Вот как драгон, да? Это всегда, каждый пенджор – это есть алтар. На внизу. Есть алтар. А у вас, получается, разрешены квадрокоптеры или нет? Можно летать на квадрокоптерах? Можно, можно. Нету закона, что запрещено? Есть. Есть? Есть. Есть. Надо разрешение получать, да? Да. А школьники сколько лет в школе учатся? А, с 6 до 18. С 6 до 18? Да. О, тоже слева, это тоже дерево Бриньин, у нас каждое дерево Бриньин, там есть алтар. А много частных школ? У нас очень много. Очень много. В основном школы государ… нет, как больше государственных школ или частных? Больше. Ну, которые богатые – это натяжные. В частных школах учатся, но есть бесплатные. Мы приехали в деревню мастеров. Процесс резьбы, да? Да. Очень красивый и хороший запах дерева. Ага. Как на маске много есть на чай. Значит, это сегодня Барон. Барон. Соедините кисиком. Это называется Рангдар. Если мы посмотрим танец Барон, то танец Барон – это войны, победа – это Барон. Позитивные и негативные. Чтобы балансировать. А, если язык выгодно очень злой. Очень добрый, да? О, цена есть. Да. 3 500 долларов, да? Да. Все, домой такую кошечку. Ну, конечно. Сколько же она стоит? 300 долларов. Да, потому что. Самое дорогое дерево. О, да. Это бог Мудрости в дате, где школа хорошая. А сколько стоит? И вот это, сначала, это 285 долларов. 200? Самое дорогое дерево. Материал это продается за килограмм. Как это? Что за дерево? Сандаловое дерево. Сандаловое дерево. О, как пахнет. Да. Это самое дорогое дерево. Материал. Обработанное. И выглядит, как будто, как камень, да? Да. Цена шлифована. Да, шлифована. Да, шлифована. Да. А какое самое дорогое изделие здесь? Здесь, да. Здесь? Можете показать? Сандаловое дерево. Сандаловое дерево. Тонкие работы и логордовое дерево. Да. Где-то, да? Ух ты! Тонкие работы это. Очень тонкая работа. 5 тысяч долларов. Это крокодиловое дерево. Да, да, крокодиловое дерево. И вот смотри, вот оно уже вырезалось. Да. Это самый платный. Руси тоже. Это черный, темный. Это эбонитовое дерево. Угу. А если вот вырезаешь, вырезаешь, и вот такой лепесток просто отвалился, что делать? Приклеивать его? Нет. Это сильное дерево. А сильное? Сильное. Оно выдержанное. Вот это, да, это прям объемная работа такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне больше всего удивило и восхитило вот это. То, что это, понимаешь, это большое было дерево, толстое. И из него вот это все вырезалось через вот эти вот. И еще больше всего меня удивило панно большое. Удивительно, как можно такую объемную работу создать. Здесь прямо природа, да? Сколько такое стоит? Это 25 тысяч. Прогулялись в деревне мастеров, поехали дальше. Данное место, оно более как магазин. Ну, естественно, можно посмотреть работы мастеров. Они тут же сидят, работают, шлифуют. Можно это все посмотреть в очень большие залы с большим количеством продукции. И каждую вещь, как выяснилось, можно купить. Искусство, оно стоит денег на самом деле. Поэтому есть изделия недешевые. Мы вышли с пустыми руками, мы ничего не купили. Наша семья ничего не купила, потому что нам поставить такое некуда. Мы что-то подумали, куда, допустим, поставится деревянная скульптура какая-нибудь или деревянное изделие. А если было место, то я бы поставила куда-нибудь. Я думаю, что под эти вещи нужно какой-нибудь загородный дом с видом на лес, либо джунгли, почему бы нет. И вот такая штука будет стоять красивое из дерева, я думаю, это вот самое оно. А в школе учатся с 8 утра до скольки? С 7 до... С 7? Да, до 12. С 7 до 12. И все, да? Потом вечером уже нету после вето? Есть, это 1 до 5. Как? Есть, это после 7 до 12. Есть 1 до 5. До вечера. А, часть школьников так учатся, а часть так. А, понятно. Здравствуйте. 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 А у вас как дела? Я красивая. Угу. Вот эти все завитки приклеиваются, видишь, вручную. В общем, посмотрели мы на изделие, там снимать, к сожалению, нельзя. Вначале проходишь в общем такой мини-мастерской, но на самом деле это не здесь всё это делается, где-то в другом месте делается. так чтобы ты прошел увидел что вот руками все сделано и так далее а потом ты плавно попадаешь в магазин и магазине очень много изделий и тут такое создается ощущение что надо что-то приобрести и прикупить окей второй магазин едем дальше у нас привезли в парк птицы и рептилий здесь вот касса нужно приобрести билеты и на час мы здесь в общем погуляем прайс взрослый триста восемьдесят пять тысяч детских 192 ребята купили мы четыре билета обошлось нам миллион сто пять тысяч четыре билета два детских взрослых уже птицу прогнали своего кешу да сейчас еще хотят кешу да если честно немного в шоке потому что для таких парков я бы оставила целый день то есть погулять здесь целый день спокойно не торопиться а сейчас нам нужно за час все быстренько оббежать и побежали лучше у тебя все кеша что ли получается такой позвал такой мне кажется нет спешите чем здесь мы наблюдаем инкубатор это кто маленький попугай какаду да страшно пузы вывалил как аду пойти не упал вот он вот такой красивый будет мой какой красавчик розовый здесь такое шоу можно соприкоснуться с животными не садит их на руку на плечи или на голову так аккуратно держится но если ты не будешь болтать он будет держаться и что замерла это тебе не кеша блин попугай они прям уже позируют ой-ой-ой-ой какой ты красавчик вообще тяжелый среди этот хулиган забрался на меня аккуратненько так ему комфортно нормально никого рядом этом вещи лежат камера зарядник хулиган вон там прям что достает быстрее фото подожди он отвернулся жарко началось можно найти тенек в общем мы не стали даже дожидаться пошли дальше потому что шоу маленькое такое затянуто птицы вылетают там с периодичностью минут пять через десять так вот он что-то рассказывает короче ну красиво вообще пошли дальше потому что времени мало что он не хочет мне кажется держи крепко держи крепко никто точно хочет и тяжело помогайте скорее ресницы как будто бы сделал давай заходи сидят в темноте смотри ой-ой-ой-ой глазастый зашли ребята под такой навес здесь в общем птицы в свободном плавании они в общем ходят гуляют вот такие цепи не дают им выйти смотрите какая курочка уточки уточки еще какие-то курочки ландшафт очень красивый шевелится все движется просто какой-то офигеть это увидел издалека и я подумал это искусственное что-то на самом деле вот модницы это извините можно пройти спасибо 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 вау походим на выходе традиционно сувениры брелки сумки там в общем всякие сувенирчики парк оказался небольшим если сравнивать парка с гуанчжоу то парк в гуанчжоу гораздо больше и по сумме у нас вышло примерно что-то около 500 или 600 юаней в общем начале вы увидели сколько вышло немного дороговато по сравнению опять же с нашим парком но парк очень маленький и очень такой на каждом уголке что-то есть на самом деле в принципе интересный one hundred six 160 160 тысяч одна фотография стоит примерно вот такому проблеме понятно ну так как у нас с собой техники очень много вот и такой 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 и на фотографию на айфон и поэтому как-то будут как-то будет все-таки неправильно если мы купим фотографии вам понравилось нет девочки так что понравилось птички которые садились мне на плечо мне еще понравилось когда туда садила на перчатку вот этого птица часто останавливают на дороге? ну, частно, но у нас не очень много это работает полиция они много на офисе в офисе, да? да но иногда там месяц раз там есть контроль документов это на несколько дорог места где-то где много-много машин там так как храм называется? батуан батуан храм батуан в общем ребят приехали в храм батуан храм трем богам сейчас в общем пойдем вот такую юбочку получим обвяжемся бали бандяр бали бандяр бали это дома бандяр это поговорили когда есть проблема на деревне они здесь собираются поговорить здесь собираются поговорить нужно заходить и говорить, да? да да вы заходите что-то говорите, да? да храм храм а что говорите? сидел нет, говорите мне это сейчас я говорит который это где оставят монахи, да? ага направо это кухня кухня это так для музыки играют на музыкальных инструментах, да? да там есть одна комната это пипель для короля там что там? пипель короля они не брокят на реке они сидят там аааа пипель короля это алтар для бога любви алтарь для бога любви да это для бога любви для ардюна ардюна нет ардюна рамаяна рамаяна да что означают вот эти ворота много где у нас ворота это как традиционно на Бали это каждый дом каждый храм каждое место это должно быть ворота а что они символизируют? символ это символ из короля в франции если такое это для духа если два раза больше чем это это для бога там комплект есть есть компет есть курить есть рис есть чуть-чуть алкоголь это арак да самогон и есть кофе это бульсуи это для бога комплект да это для духа поэтому маленький аааа это можно аааа всем всем пахнет очень приятно пахнет все есть да это для бога и выпить и покурить и покушать ну у нас есть бога это который пьяный каждый пьяный это есть у нас а вот эти маленькие это что маленький для риса потом риса рис аааа и когда молятся они вот рис вот этот приклеивают да здесь рис здесь потом три бога три раза в день это вот бог брахмана сила и кришна кришна осторожно где скользко а кстати каких туристов больше китайских или русских а сейчас русский 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 кабарденуар до 15 марта это русский много потому что холодно потом после марта у нас европейский это два месяца а европейский это два месяца это два месяца для азиан группа это малайзия сингапур таиланд это два месяца и потом одно месяц для у нас для местных туристов это из жакарта из шуматра а наболи кстати покупать землю или недвижимость в аренду или навсегда можно покупать но называют это системы это аренда они не не можно так местные купили да это как называют системы как сырки это сырки это местные купили они можно продать это земля когда хотят если ренда это нельзя продать если купили это можно но я могу купить и она будет моя собственность допустим вот и она будет моей собственности да но она будет на вечно или на определенный срок на это я системно у нас это можно местные купили но местные нельзя продать это только вилла дома купил здесь без проблем я покажу там машину потому что там сидит только природа два билета только получается если сидеть маленькие не надо в общем купили два билета один билет 15 тысяч стоит детям не надо по дороге к водопаду много очень магазинчиков вот такие с вещами нам к сожалению никто не сказал что нам нужно взять с собой купальники мы сами ничего с собой не взяли детям в общем взяли потому что мы такой момент упустить не можем говорят можно в водопаде покупаться в общем детям взяли вот такие вот штуковины Ника такая модная в зеленом такая да полюша в полюши не было такого зеленого побольше красная выбор такой невелик на самом деле в общем кстати вот такие две штучки обошлись за сотню тысяч 100 тысяч да молодец молодец так ребят очень опасное место в общем вот так мы идем поля давай держись за руку давай смотри вперед лучше вперед так сильно не топай ну мне страшно нет нет ой какая ты отважная мы так и не поняли где здесь можно купаться но видимо только вот здесь Ника осторожно там течение далеко не заходи ну в общем ребята видим водопад таких масштабов в живую на самом деле незабываемые вообще мы спустились к подножию водопада и там вы знаете сильно большая влажность в общем техника мокнет все мокнет и очень большое течение к сожалению детям там небезопасно дети расстроились что покупаться не получится в общем нашли им вот такое вот местечко вот смотрите какой лягушатник для детей а вот наши курочки плавают привет ты что папа за волосы вытаскивал закрепился и хватался раз вот сейчас папа спустится мы стоим мокрые все понимаете как жарко охладились холоденькие колесики такие да может вернем а а я бы с удовольствием нет у нас ничего нету с тобой проблематично реально нам остается только завидовать а подниматься то как тяжело вообще ступеньки очень крутые мы не отдыхаем мы наблюдаем да нет мы выдохли все причем мы дети тоже нет смотри она пошла есть все равно и это смотри бежит еще при прыгашку ого вот это да и в общем ребята мы приехали покушать здесь нас так вот встречают вот такой цветочек в ушко потому что если ты не сделаешь то кормить тебя не будет уединение с природой смотри смотри на красивые поля это рис мне кажется еще он просто не вырос и такая прохлада мне кажется от него идет мы сидим так прохладненько я надеюсь еда здесь такая же вкусно как здесь и красиво я уже попробую у меня острый капец да ты чё а у тебя такой молочный да нет не очень гамбургер если девочкам сказали гамбургер они заказали у нас котлету и мясо ой котлету и хлеб да она нам учишь не корыту нам среди принесли рынку хочет нам ее порекомендовали она кажется острая такая травка торчит и надо вот так вот накрыть накрыть это все еще кетчуп так вот накрыть и все смотрите какой большой гамбургер тут еще картошечка и салатик вот такой я сейчас попробовал суп буквально одну ложку закинул в рот он острый капец я группе чуть-чуть остренько давайте может быть не показалось острым пробует катя просим просим да он острый острый я тебе говорю чё за там красный перец прям как в бургер ваш на боли нужно кушать балийскую кухню что вы индонезийскую то есть что вы булки кушаете они редко редко кушать бургер лишь захотелось слушайте мы тут поменялись супами хотя мне оставила половинку блин уткать и все-таки знает толк в супах там я вы знаете он вкусно но вот этот очень божественный он имеет такой молочный вкус вкусу курочки грудка вообще прям не сухая кажется найти такая и прям бульон такой кремовый такой прям молочный и он прямо знаете гасит все что было съедено до гасит прям тебе заказали шейки до молочные молочные шейки у тебя какой авокадо и банан авокадо вот любительница авокадо я себе ванилу взял тебя какой банан а у тебя манга да я попробую авокадо и прямо интересно авокадо это вообще мне кажется в салате гуд а здесь мне кажется не гуд да вкусно ты не очень любишь шоколад поэтому у меня ванилла классика но твой вкусно тоже интересно у тебя такой более густой только попил и поел на их сразу же напоследок у нас рыбка с кинзой кинзой пожалуйста заберите пробуем рыбку сверху такой соус остренький остренький да она сказала немного остренький в общем было вкусно отдали мы за все уж 600 тысяч едем дальше куда едем к пене плантастик там природа на кофейную плантацию встретил человек который разговаривает по-русски и поделось так и я буду рассказывать дерево вали кафе как джерна зерна прямо на стволе да да зерна чего я не разрушил зерна чего мангустин зеленый зачем он такой вкусный ребята внешне он похож на чеснок куркума права а медиа корень драгон фрукт ну драгон фрукт мы видели в гуанчжоу у нас там прям на даши роз лимонная трава не просто лимон гра вообще полюсик так вот животина мы пришли как левака привет трусливые животные укусит 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 не надо не надо не давай ей концы маракуйя а почему такая большая о смотрите это сучанский перец что ли конечно гвоздика да вот это гвоздика вот кофе смотрите нет не факт мне кажется это как раз вот пока кота чуть отмытое может быть но это не точно так куда дальше сейчас будем кофе смотреть это любоп кофе уже это после левак уже да 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 можно посмотреть на него вот низкое содержание кофе это вот после леваки уже да это левак не пахнет какашками но кофем тоже отсюда не пахнет он смотрите здесь вот конкретно вот как вот как какашки выглядит смотрите левак вот эти животные как и молотый да это молотый кофе вот это дарит кофе да 1 килограмм кофе она дарит 1 1 час дарит который это черный очень вкусно жареный кофе очень вкусно после левак это ступа надо для теста после ступа это посылать да вот это дали яму лотый кофе да вот это просто огня чай налазка на стакан кипятком наливать варить не она еще по-русски отлично требуется 1 час вот так мешать кажется так это все не делается мне кажется все для туристов раньше так все делала такие туристы приходят в войне с килограммом сейчас нашел шутку смотрите здесь какая красота и везде такие дегустационные столики в общем можно такую проходочку сделать потом спуститься допустим вот на этот стол попробовать кофе я так понимаю мы сейчас идем на обзорную площадку смотри там природа когда кофе перемена кофе для вас а можно нам тоже попить кофе да сейчас принесут кофе вам что же это такое там мне кажется чай кофе 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 это филе я складно кроме если хотите попробовать это платить стакан пики дополнительные сюда оставить один на капакар динти это росла свиток чай караса делия нормалитсат судаблиния это имбир чай караса делия горлабали это крас мирис чай караса делия кальси остеопарос это лимони трава чай караса делия паку джинья это журла мангостин делия атрако и холистирин в MOR Traditional это сафран и куркума делия иммуничу галактика ка его IT kabиUS snap кофе биасATION это планил кофе это похачено кофе балли кофе и ко кофе мести 或者 А коса ка 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 ку 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 это гинсэнская боя ка ку 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 куルク с diferen узненно э 일단 у욱 rounded Сначала попробуем сахар, потом если любят сладкий, нужно сахар добавлять. Так, пробуем самый, что не на есть. Нет, надо мешать, потому что, которые кофе оставят. Помешать? Не мешать. Не надо. Так, ну в общем, пробуем оливок кофе. С пониженным содержанием кофеина и с повышенным содержанием протеина. Ты знаешь, что-то да, действительно, что-то есть. Кофеина действительно может поменьше. На, попробуй ты. Сверху какой-то как осадок был, я его весь, короче, выпил. Спасибо. Мне вот нравится розовый чай, мне нравится лемонграсс чай. Короче, ты не любитель кофе, да? Нет. А я, кстати... Ты тоже не любитель, насколько я знала. Горький кофе, я не особо люблю горький кофе. Что? Ложечкой, Ник. Вот сейчас я прочувствовал, в общем, я взял обычный кофе, горький. Попробовал, здесь прям вот кофеина прям очень много. Как ты его чувствуешь? Я не знаю, но как-то чувствуется. Глоток этот делаешь? Более виский, более горький вкус. Более горький вкус, да, такой, наверное. Потом вот это попробовал, здесь он такой более какой-то мягкий, что ли? Вероника, на, пробуй. Да, какой-то мягкий. Очень. Легче. Я еще хочу осадок посмотреть. Просто полкружки. Кофейный гусь. А здесь, я так понимаю, можно животное погладить, да? Ну, проснись. Вот, Левак. Проснись ты, мой маленький. Ну, тут прям... Любитель кофе. Скажи, вот я люблю кофейные вот эти зернышки кушать. Киса, да? Киса, да? Киса. Киса. Это киса или собачка, девочка? Киса. Собачка. Киса. Сильно, не давите. Он прям... Такой прям... Ну, давай. Столкайся. Пошибайся. Вот продается все это. Сколько стоит она пачка? Это 200 грамм, 90 тысяч. Ну, а Кофей, это 50 грамм, это 260 тысяч. Это 100 грамм, это 150. Кота 250 грамм, 1 миллион, 100 тысяч. А с мучками? Дети, что вам больше всего понравилось? Собака. Сосечка. 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 Какая-то кошечка. Сосечка. Сосечка. Кто это? Ну-ка скажите по-настоящему. Сосечка. Вы знаете уже кто это? Нет. Может быть дегустация кофе понравилась? Нет. 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 Небольшая дегустация кофе и вот это маленький левок. Маленький зернёк. Девчонки, пошлите. Не могут остаться с этим животным. Я же говорю, им животное больше всех понравилось. Поля, мы пошли. Слушай, ну кофе я пил на год, наверное, вперёд. В общем, прошли магазинчик, погладили сколько что стоит, погладили левака и в общем не стали ничего покупать, потому что я говорю, из нас кофеманы ещё те. У нас кофе стоит год, наверное, и оно не убывает практически. Чай хорошо пьём, да? Чай мы, да, хорошо пьём. Ну вот, но с чаем в Китае вообще не проблема. Так просто интересно было, как готовят, как жарят, как на леваку. Я первый раз её вижу, как они это вот всё кофе добывают. В общем, было интересно посмотреть на самом деле. Здесь, знаете, так всё сделано для туристов. Такие проходочки прям, проходишь всё. Тебе якобы встречают вот кофейные деревья, да? Кофейные плантации. И такое всё, как будто чуть ли не вручную всё делается. Окей, куда мы сейчас поедем? Вулкан. Вулкан. Поедем. Мы не успели выйти, нам сразу же предлагают мотоцикл, шахматы. Маракуйя. Да, 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 да. Прямо выглядит вообще... В общем, пытаются что-то продать. А мы приехали на самом деле на вулкан посмотреть. А вулкан это и не видно. В общем, ну вы сами понимаете. В общем, местные пытаются всячески заработать. А девочки наши увидели вот таких вот пёсиков сладеньких, холёсеньких. Вау, вот это вид! Конечно, вулкан не видно. Очень жар. Вулкан не видно, да. Да, вот здесь очень прохладно, вы знаете. Это мы поднялись на гору. Кто бы мог подумать, весь день жарились. Вулкан называется Баттур. Кошечки замёрзли мои. В общем, здесь сильно полная, влажная. Моросит дождик и ветер сильно очень дует. Пропадно. Прям не похоже на Бали. Пойдёмте. Поехали. Стойте, стойте. Дорога, дорога, дорога. Всё. Отправляемся дальше. В общем, убегаем скорее, скорее. Чтобы к нам приставаки больше не приставали. Сильно подпортили впечатление. Всё-таки вот эти приставаки начали предлагать рыбаков там шахматы, велосипеды и ещё что-то. Нафиг нам это надо. О, всё. Поехали. Так, ну что, как вам вулкан, который мы... Я хочу собачку. Короче, вам больше всего понравились собачки, да? Да. Собачки синяя. А сейчас мы идём в Ресвей террасы домой. Куда едем? Ресвей террасы. Рисовые террасы едем. Блин. Сезон дождей. А девочки у нас с ума сходят. Что делаете, покажите. Фотку покажи мне какую-нибудь страшную. Ну, хорош. Ой, ужас. Ужас. А мы сейчас, ребята, приехали на Ресвей террасы. Смотрите, красивое место. Но, к сожалению, идёт дождь. И было решено посетить это место позже. Оно находится с нами рядом. Рядом с Убудом. 15 минут езды от нашей виллы. Мы обязательно сюда приедем и полетаем. И всё это дело поделаем. Посмотрите, какая красота здесь. В следующих выпусках про это место, ребята. А сейчас прятаться скорее от дождя. Потому что всё отсыревает. Камеры, вещи и так далее. Едем дальше, в общем. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за экскурсию. Что рассказали про Бали. Много-много для себя подчеркнули. Говорите, до свидания. И пойдёмте. Это вам. На кофе. Чуть-чуть. На кофе. Вот и закончилась наша экскурсия. Мы направились домой. Пару слов, пожалуйста, об экскурсии. Ты знаешь, мне очень понравилось. Особенно мне понравился парк птиц. Мне понравилось. Мне понравилось, как ни странно. Вопреки моим ожиданиям. Кофейная плантация. Дегустация кофе. Потому что было красиво, приятно глазу. Интересно было попробовать. Интересно было увидеть зверьков вот этих. И гид очень интересный. Он рассказывал много такого, что интересно было узнать. Мы много вопросов ему задавали. Ну, про Бали. Да, да. Даже отходя от сегодняшней экскурсии. То есть просто задавали вопросы про школу. Такие более жизненные. Про ГАИ, да. Сколько бензин стоит. И так далее. В общем, всё. Во следующих видео расскажем, что мы поузнавали. Что мне понравилось или нет. Я хочу сказать, что я ожидал больше от этой экскурсии. Единственное, это был большим таким приятным бонусом. То, что он говорил по-русски. И всё мы узнавали. В общем, спрашивали про Бали. И он нам отвечал. В принципе, это как мини план, куда можно съездить. На вулкан можно съездить, потому что мы его не увидели из-за непогоды. На рисовые поля можно съездить, потому что тоже нас выгнала непогода. Оказывается, это очень близко от нашего дома. Да, съездим обязательно. То есть это как вот такой план мероприятий на будущее. Девочки, вам понравилась экскурсия? Мне очень понравилась. Мне понравился маленький котик. Как там его вот это? Лювак. Лювак мне понравился. Мне понравился лювак, можно его трогать. И ещё мне понравилось, что когда попуганчики садились ко мне на руку, и ещё мне понравился кофе. Очень вкусный. Какой кофе вкусный? Ну, вон этот чай, который... Чай. Кофе, который чай. И мне вообще сегодня всё понравилось. А мне понравилось вот это животное, и ещё мне понравилось кофе. Вот это ваниль, кофе. И ещё мне понравились эти попугайчики, когда мы с ними фоткались. Ага. Здорово. Ну, в общем, ребята, если вы первый раз на Бали, и вот такую экскурсию, мне кажется, стоит всё-таки себе устроить, семье и так далее. Потому что это такое знакомство с Бали, наверное. И я считаю, что мы неплохо день провели. То, что... Когда садишься сам в машину, ставишь навигацию, ты едешь к какому-то одному месту. А сегодня мы посетили очень много мест, и по ходу, по дороге мы спрашивали ещё какие-то вопросы. Вот, наверное, вот так, да? Было интересно. Да, самое главное, что да, можно задавать вопросы. Второй раз я бы не поехал, да? Нет, конечно. А что второй раз надо смотреть? Не стоит, да. То есть, да, если первый раз, то прям стоит. Это прям обзорная экскурсия. Она так и называется. Обзорная экскурсия. И когда мы приехали на рисовую террасу, я так спустился. Думаю, дождь идёт. И не полетать это, не поснимать. На качелях не покачаться, всё мокро. Дождь идёт. Да. Блин, я так хотел побольше провести там времени, поэтому обязательно в следующих, наверное, видео посетим там, проведём время на качелях вот эти вот. Да, да, да. Вот, покачаемся. Всё, ребята. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Да много, много лайков. Пока! Пока!